Девушки отдыхают Девушки отдыхают Буду иметь в виду, если окажусь там Девушки отдыхают 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 Убежище. Здесь можно отдохнуть и проверить снаряжение. Убежище. 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 Пока держится. Поселение это нет. Будто капли застряла среди песков. Не шагу ближе. Тынакт не потерпят чужеземцев на землях кланов. Шериф Фошаф даровал мне право прохода. Я вам не враг. Волосы цвета крови. Эта воительница победила груду, лучшего воина-регалы. Не нам решать о её жизни. Можешь пройти. Но берегись. Мы всё видим. Буду иметь в виду. Да, ну, я всего лишь средний. Ты хотел поговорить? Меня зовут Зокка. Ты пришла с севера? Из кровоточины? Это какое-то поселение? Это деревня пустынников. Они присылают кровяник, которым Верека наносят отметины на кожу солдат. Но поставок уже очень давно не было. Даже слишком. Раз считаешь, что там что-то случилось, может, пошлёшь кого-то проверить? Да я бы рад. Но воинам приходится разбираться с машинами, бурями и нехваткой воды. Все уже при деле. Ты сказал, что из деревни на севере приходят поставки какого-то кровяника? Это багровый камень, из которого мы делаем краску. В кровоточении его месторождения. Наши солдаты привозят его оттуда. А взамен мы шлём туда воду. Всё ради воды. Все в плане зависят от песчаной прорехи. И столица, и дальние деревни. Но кровяник не привозили несколько недель. Наши запасы на исходе. И их вода тоже. Мои краски для лица устрашат врагов. Выбирай. Субтитры создавал DimaTorzok Если буду там, поищу вашу деревню. Узнаю, что случилось. Благодарю тебя. Иди на север к руинам на границе пустыни Егор. Кровоточина там. Найди Кентока или Натику. Они знают, в чём дело. Да чёрт! КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Кажется, кому-то нужна помощь. Эй, сюда! Эй, Нора! Здесь нужна электричество. Поможешь нам с ленторогами? Мы же должны задерживаться, но раздражаясь с ленторогами! Вы здоровы-то все! У нас появился джан! Следи за ними! Исака, бей его! Выберем его, держи! Внимательнее, Хаталко! Бей! Это последний, Панк. Теперь выясню, что я тебе-то нахты здесь делаю. А когда кто? Сюда! Да-да! Это последний, Панк. Привлеки внимание и увиди за камнем. Мой приказ. Только мне не говорилось, что в других машинах соходится прямо за камнем. Но я не прикладу. Придяюсь за камнем. Дальше. Придяюсь за камнем. Сюда! эй ты полагаю вы патрульный этанакт как вы умудрились нарваться на ленторогов это ты должна отвечать на наши вопросы а не наоборот хотя кто она только что нам помогла это не делает ее союзницей ну вообще-то еще как делает к тому же у нас слишком много забот с фанатиками регалы чтобы ссориться с воинами нора регала из пустынников мы должны были сражаться вместе с ней они оставаться в стороне регала забыла свой долг и позволила злости на карха втянуть нас в поговорим об этом позже ты сражалась с отвагой и честью можешь пройти в рощу нора в рощу в нашу столицу если хочешь здесь остаться тебе стоит встретиться с предводителями раз регала нарушила свой долг почему мы ее не судим потому что выполняем приказ и нам приказано встречать в хранителе все слабо илет мигает антбор если попасть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают. 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 Наверняка где-то здесь есть котел с данными о перехвате таких машин. Девушки отдыхают. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Во имя Десятых Ты пришла к нам Вы знаете, кто я? Огневолосая воительница, одолевшая лучшего воина Регала у Света Пустоши? Да, мы знаем, кто ты Я Дека, духовница клана Долинников Ты пришла говорить с вождем Хикара? Не совсем Мне здесь кое-что нужно Все, что тебе нужно, даст вождь Идем Это одно из видений, о которых вы говорили? Да Это записи о Десятых Я могу показать их тебе, если хочешь По пути к вождю Почему Хикара хочет меня видеть? Мы воюем с Регалой А ты уже доказала, что можешь выстоять против нее Я пришла не воевать вместо вас Не вместо А вместе Но я не собираюсь тебя убеждать Это дело вождя Он умеет уговаривать Что значит быть местной духовницей? Мы передаем молодым знания и видений И делимся с ними своей мудростью Какой мудростью? Как быть настоящим воином Как храбро сражаться и не запятнать честь И когда стоит заключить мир Ты сама все увидишь Когда мы войдем? Ваши видения Ты говоришь, это записи о Десятых Кто они? Предтечи Которые приняли бой против машин на этой земле много лет назад Их подвиги отражены в видениях Ну или в том, что от них осталось И мы помним и чтим их А раньше было больше видений? Намного Здесь все было наполнено светом и звуком Но с годами видение поглощает тьма Одно за другим Поэтому духовники так важны для племени Мы запоминаем все, что дали видение Впитываем в себя И передаем из уст в уста от поколения к поколению Однажды роща угаснет Но духовники будущего Сохранят видение в памяти Что ж, пойдем к ваш духе, Каро Он в тронном зале В дальнем конце рощи Идем Да узришь ты записи о Десятых Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Оно повреждено. Запись неполная. Полнота смысла утрачена. Долг духовников объяснить людям то, что осталось в видениях. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. На войне десятые забирались на отвесные скалы и сражались в снег и метель. Они делали все, чтобы защитить свой народ. Они были непобедимыми? Нет, не были. Но видения говорят нам об их силе и отваге. А это главное для истинных солдат. Небесники почитают это видение больше других. Они поселились в горах к северо-западу отсюда. Я не могу. Я не могу. Я не могу. а это видение о том как десятые вели войну с врагом в жаркой пустыне где никто не смог бы выжить но вопреки всему они сумели и пустынники поступают также ты должна была пройти по их землям по дороге сюда да они довольно жесткие они сочли бы это похвалой и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Солдаты в джунглях. Те самые десятые? Да. Они умели прятаться от врага в густых зарослях, пока не наступал подходящий момент для атаки. Уже много лет мой клан, клан долинников, вдохновляется этим видением и живет в джунглях на юго-западе. Ты проигрывал больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эй, чужеземка. Говорят. Твоя реликвия позволяет слышать голоса предтечек. Это правда? У тебя есть запись предтеч? Из этого ящичка слышны голоса предтечек. Но их заглушает шум. Позволь взглянуть. Откуда он? Отобрали у Собирателя Азерам. Она пыталась украсть его и другие артефакты с территории Тенакт. Остальные хотели похоронить его вместе с ней, но я услышала голоса. Ну, данные сильно повреждены, но... Дельта Джульетта-9. Оружие к бою. Приступайте к атаке на Рой. Удачи. Принято. Мы выиграем время новому рассвету. Дельта, конец связи. Голоса воинов прошлого. Азерам сменяла бы их на осколки. Доблесть десятых должна жить в памяти. Не совсем понимаю, что значит десятые. Эти голоса из последней битвы предтечь. Другая битва? Я могла бы узнать больше, если бы нашла еще ящики. Собиратель сказала, что, возможно, в обломках древних летающих машин есть еще записи. Заявила, что знает, как их найти. Да. Ящики излучают сигнал, передающий их местоположение. Я смогу их найти. Если найдешь, приноси сюда. Я прослежу, чтобы с ними обращались со всем уважением. Мы почтим те жертвы, на которые пошли эти древние солдаты. Много на землях-то накт, собирателей Азерам? С каждым пойманным все меньше. Но они на что угодно пойдут ради осколков. Всегда найдутся те, кто готов рисковать. А что вы делаете с теми, кого ловите? Собиратели проводят жизнь в грязи. В ней мы их и хороним. Зачем тебе эти записи? Каждая битва чему-нибудь учит. Нужно извлечь уроки. Почтить павших. Таков путь. Я уже нашла одну запись. Возьму все. Позволь тебя отблагодарить. Позволь Эти голоса останутся здесь. Они их будут помнить. Скажи, если будет ш... Если найду другие записи, принесу их тебе. Мой визор может засечь маяки черных ящиков. С его помощью я смогу найти остальные. Продолжение следует... 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 Ты готова ко встрече? Готова. Хорошо. Идем. Он прямо подтронул. Скоро увидимся, чужеземка. Спасительница Меридиана. Мне сказали, ты сдержала войска Ригаллы у Света Пустоши. И победила чемпиона Грудну. Один на один. Впечатляет. Еще я встретила там Фашава. Он сказал, ты великий воин. Человек чести. Его смерть. Еще один полезненный удар. Мы не скоро восстановим ряды наших шерифов. Но если ты пришла предложить свое копье, этот час приблизился. Я пришла не воевать за вас. Здесь внизу есть кое-что, что спасет множество жизней и ваше дуже. Эту вещь невозможно увидеть, но она там. Ты назвала свою цену. Теперь я назову свою. Мои шерифы мертвы, и ты нужна мне. Помоги одолеть моих врагов. И я пущу тебя в подземную комнату. Меня нельзя купить. Я не наемная убийца. Я должна спасти людей больше, чем ты сосчитаешь. Я сосчитал трупы убитых шерифов. Сосчитал сотни тенакт, чьи жизни стоят на кону. Я буду биться за них. И убью каждого, кто нарушит мир. И ты тоже. Если хочешь попасть в подземную комнату. Ясно. По твоей логике, что помешает мне убить тебя сейчас и забрать нужную для спасения вещь? Попробуй. Может, у тебя и выйдет. Бой будет в любом случае. И я предлагаю бой с Регалой и ее преступлениями. Ладно. Я слушаю. Нужны шерифы, чтобы племя было единым. Это звание воины могут получить только в боевом испытании Кульрути. Я уже объявил о его проведении. Но Регала намерена сместить меня, а потому она нападет. Захочет убить меня перед собравшимися кланами. И я должна стать твоим телохранителем? Нет. Защитить Кульрут. Но это не все. Зная, что Регала нападет, один из кланов уклонился от призыва участников. Отправляйся на север. И заставь Текотте, предводителя небесников, подчиниться зову Кульрута. Заставить подчиниться? Сделай все, что нужно. Я не могу провести Кульрут лишь с двумя из трех кланов. Шериф Катала поможет. Его ранили у света пустоши, но он не бесполезен. Шериф на севере, в деревне Скальный Кряж. Найди его там. Он отведет тебя к крепости клана Небесников. Если у тебя остались вопросы, задавай. Сожалею о гибели Фашава. Он показался мне хорошим. Более того, он был мостом между Тенакт и Карха. Ни одного другого чужака мы так не уважали. Я надеялся, он станет моим голосом в Меридиане. Перемирие с Карха могло стать чем-то большим. Союзом? Обменом. Карха не такие, как мы. Наши подвиги мы отмечаем краской на коже. И память умирает с нами. Но Карха не забывают. Их подвиги хранятся в свитках. Вы хотели учиться? Как я учился у Фашава. Большая потеря. Фашав назвал Регалу твоей главной ошибкой. Почему? Это не твое дело. Правда? Я билась с ее войнами у Света Пустоши, но не знаю, зачем ей война. Она была самой опасной из шерифов. Острием моего копья. И что случилось? Регала презирает Карха, которые сожгли живьем ее братьев. Когда мы отбили красные набеги и разрушили Свет Пустоши, она хотела гнать их до самого Меридиана. Не желала мира после смерти безумного короля и не понимала, чем обернется эта война. Когда я принял послов Авада, она обезумела, назвала предателем, вызвала меня на бой. Что ты сделал, когда она вызвала тебя? Будь ты ты накт, ты бы знала, что такой вызов нельзя не принять. Усмирить ее было нелегко. У меня семь шрамов с того боя. Шерифы требовали казнить ее на месте, но я понял, что не могу забыть о нашем с ней прошлом. Она не раз доказывала мне свою верность, и я пощадил ее. Но она приняла милосердие за унижение, которое она не может простить. Регала хочет твоей смерти? Хочет. Но этого ей мало. Она не успокоится, пока все три кланы не поддержат ее поход на Меридиан. Кто знает. С машинами она вполне может сравнять его с землей. Машины уже нападали на него. Я знаю. Почему клан небесников не участвует в Кульруте? Из всех трех кланов у них самая надежная крепость, защищенная стеной, называемой Валом. их предводитель считает, что сможет переждать нашу войну с Регалой за своими укрытиями. И сохранить силы, пока вы ослабляете друг друга. Ты размышляешь как опытный шериф. Хорошо. Почему я должна образумить небесников? Все Тен-Акт уважают сил, а ты отбила атаку Регала у света пустоши. И потому, что твои шерифы мертвы? Верно. А что же Каталла? Он один не справится? Он калека, они не проявят уважения. Звучит несправедливо. А потерять руку справедливо? Уважают они его или нет, но Каталла нам полезен. Он знает небесников и вырос в их крепости. Он сопроводит. Что такое Кольруд? Раньше кланы сражались друг с другом, но теперь союзники против машин. Это мой закон, его олицетворяет Кольруд. Каждый клан должен послать участников на ритуал. Эти участники должны проявить себя в бою против машин на арене, за этими стенами. Победившие воины становятся шерифами, они объединяют племя и хранят мир. колью, колью. Эти участники были воинами. Не только воинами. Они отреклись от родного клана и поклялись вечно служить миру и порядку. Они блюдут закон, разрешают споры и представляют тен-акт на переговорах. Без них я не смогу править. Поэтому ты должна обеспечить проведение Кульрута. Ты сказал, что видел что-то внизу? Видел. В день своей великой победы. О чем это? Десятки поколений кланы сражались за владение этими священными землями. И лишь я их получил. Я сражался годами, убил всех, кто стоял на моем пути. И когда я покончил со всеми врагами, я остался в роще один. Победа была моей. Так я думал. Гром грянул с востока и ударила синяя молния прямо туда. Гея умерла. И прибыл Эфир. Видения рощи вокруг меня стали громче и ярче. И вдруг передо мной явилось новое. Предтечи говорили. И то, что они сказали, изменило все. Что предтечи сказали тебе в новом видении? Та, которую звали Фарадей, предрекла растущую опасность машин. И велела объединиться против них. Она призвала шерифов, чтобы установить мир. Видение растаяло. И больше не появлялось. Я отметил точку, где оно сияло, копьем. И навсегда запомнил слова Фарадей. Покончил с войной между кланами. Научил воинов сражаться с машинами. Кульрут дал мне шерифов. С тех пор племя жило в мире. Пока Регала не напала на свет пустоши. А та комната под троном. Ты потом входил в нее? Входил. Внутри древнее устройство. Оно гудит от мощи. Ты увидишь все сама после Кульрута. Клянусь тебе. Я сделаю то, что ты просишь. И разберусь с Токотой на севере. Но не забудь о нашей сделке. Ты получишь обещанное. Если преуспеешь, поговори с Декой на выходе. Она подготовит тебя к дороге. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. подойдем поговорим вождь сказал поговори с декой хикаро сказал ты меня подготовишь я дам тебе оружие в помощь оно пригодится в дороге до скального грежа по пути ты встретишь много машин и наши разведчики видели там мятежников регалы машины и мятежники ничего нового для меня и правда иди на север к подножью гор потом поднимайся пока не сотрешь ноги от холода не перехватит дыхание тогда ты поймешь что добралась до небесников да наполнит тебя сила десятых похоже придется помочь хикаро чтоб добраться до эфира надо найти шерифа катала у скального кряжа на машине доеду быстрее